Ребята, всем привет! Я безумно рада, что наконец-таки выходит третья часть моей рубрики «Тема». Это, наверное, самый будет сложный выпуск для меня. Не знаю, вообще, честно говоря, смогу ли я кому-то чем-то помочь, но мне кажется, что всё-таки смогу. Даже если для кого-то это будет вот такая вот помощь, мне кажется, что для некоторых это будет вот такая помощь, потому что сегодняшний наш выпуск про... ...секс. Вы не ослышались, я вообще в шоке, что я снимаю такое видео, потому что за всю историю моего канала, мне кажется, я настолько редко поднимаю какие-то такие темы, но я взрослая, уже можно. Знаете, мне неловко об этом говорить ни на огромную аудиторию людей, там, не знаю, сколько людей посмотрит это видео, 100 тысяч, 200, 300, я не знаю, да, не знаю. Мне неловко ни за тех вот людей тысяч, да, которые меня увидят, послушают то, о чем я говорю, как за то, что посмотрит мой дедушка, например, и, ну, в общем, вы поняли, да? Мне кажется, что иногда нужно отбрасывать все вот эти неловкие моменты, переживания по поводу того, что подумает, там, кто-то из родных, близких, потому что мне кажется, что я делаю полезное дело и помогаю людям, а это самое главное, и, ну, надеюсь, что помогу. Мне очень много, на самом деле, писем пишут на почту именно на эту тему, и для меня это было удивительно, потому что я думала, что будут в теме писать, как бы, отношения или что-то такое, но вдруг начали поступать письма прям с пометкой тема секс. Мне показалось, что важно сделать отдельный выпуск на эту тему. Надеюсь, что вы меня поддержите, и я, на самом деле, хочу вот сразу сказать, что не вижу в этом ничего такого, не вижу ничего плохого об этом говорить, потому что, к сожалению, не со всеми детьми, подростками, да, ну, как бы у всех разное понятие, кто ребенок, кто подросток, потому что кто-то считает себя ребенком, там, в 13-12 лет, а кто-то себя считает уже таким взрослым в этом возрасте, знаете, поэтому мне кажется, что все люди разные, и почему я об этом говорю? Потому что не все родители говорят с детьми об этом, и, на самом деле, я считаю, что это очень большая проблема, и вообще, в принципе, это проблема, потому что, ну, вы знаете, мне кажется, что меня смотрит, ну, много взрослых ребят, которые понимают, о чем я говорю, что, к сожалению, не всем объясняют, что там, не ходи на вписки, не занимайся с этим, с кем попала, предохраняйся хотя бы тогда, ну, то есть, такие вещи... Мне вообще странно, что люди этого как будто сами не понимают, то есть, я к этому сама пришла, и сама головой додумалась, что это не норм, единственное, что моя мама никогда не пускала меня на вписки, за что я безумно благодарна, но подчеркну, что я уверена, что если бы я и пошла на вписку, я бы не нажралась там в хлам, и не стала бы ни с кем, ни чем заниматься, потому что я просто такой человек, и для меня это ненормально, неадекватно, ну, то есть, я ходила на тусовки без ночевок, к друзьям в гости, мы могли выпить, но ничего такого там даже и рядом не было, да, о чем мы сегодня будем с вами говорить, хотя тема у нас все-таки не про вписки, да. Конечно же, я хочу сказать то, что я говорю в начале своего каждого ролика этой рубрики, что я не профессиональный психолог, я не суперопытная женщина, у которой было все в жизни, я могу все вам рассказать, все объяснить, по полочкам разложить, я просто ваш друг, которому вы пишете свою историю, и я со своей колокольни уже вам даю какие-то свои советы, свои наблюдения, то, что было у меня в жизни, то, что я считаю там ненормально, нормально, как нужно, как не нужно, то есть, это просто разговор со мной, с другом, я могу быть не права, я не могу дать вам верного решения, верного ответа на все истории, на все вопросы, вы, я думаю, понимаете, о чем я говорю, поскольку у всех разная жизнь, у всех разное понимание, что хорошо, что плохо, то я могу просто поделиться своими мыслями, поэтому относитесь к этому так, не нужно, пожалуйста, все принимать очень серьезно на свой счет, просто послушайте, проанализируйте и подумайте, может быть, что-то полезное вы найдете для себя. Первая история. Привет, полгода назад встречалась с парнем, расстались, но решила написать так, как интересно твое мнение по этому поводу. Сейчас мне 19 лет, мы начали встречаться, когда мне было 15. Через месяц мы первый раз занялись любовью. Я не жалею об этом, ведь мы провстречались 3,5 года. Суть в том, что на протяжении всех отношений мой парень постоянно хотел этого, просто были моменты, когда мама его дома, сестра, он лез, я отказывала, или когда я просто не хотела, настроения не было. После моих таких отказов он каждый раз говорил, что я за девушка такая, девушка обязана давать, иначе что это за отношения. Начинал говорить о том, что мы расстанемся, все девушки его друзей им дают и так далее. Мне было обидно, но я любила его, и приходилось, мягко говоря, это терпеть. Он заставлял меня, даже при том, что его мама была дома. Это ужасно. Я рада, что рассталась с ним, но решила рассказать, чтобы услышать твой совет в такой ситуации. Может, кто-то сталкивался с таким человеком, и это будет полезно. Мне всегда было интересно вот что. Ну, не всегда, сейчас-то я уже знаю, почему так. Почему одни люди хотят каждый день заниматься сексом несколько раз в день, там, обеду, там, завтрак, обеду, ужин, да, кому-то надо вот много раз в день. А кому-то достаточно, там, один раз в неделю, там, один раз в две, три недели в месяц. Кому-то это вообще неинтересно и не надо, понимаете. Раньше я думала, да что же это такое, как это, почему? И я нашла этому объяснение. Иногда в таких ситуациях, возможно, если, например, девушка хочет больше, чем парень, девушка может, или парень даже, у кого-то могут развиваться комплексы, что его вторая половинка его не хочет, там, еще что-то. Но на самом деле не все так однозначно и не значит, что так и есть. Я узнала, и это можно найти в интернете, про это очень много разных видео, статей и вообще там научно доказанных каких-то вещей, что у всех разная половая вот эта вот сексуальная конституция. То есть у кого-то она слабая, у кого-то средняя, у кого-то высокая. У людей со слабой половой конституцией им это вообще не надо, и не обязательно заниматься там раз в неделю даже. То есть им, может быть, даже хватит, типа, знаете, раз в три месяца. Да, вот такое бывает. И это нормально. Просто я хочу донести до людей, что это нормально. И, понятное дело, у людей с средней половой конституцией им нужно побольше. И с высокой они, может быть, им каждый день надо и несколько раз в день. То есть все люди разные. Это нужно понимать, это нужно осознавать, потому что если вы встречаетесь с человеком, который, например, вас, вроде как, вам кажется, не хочет, не значит, что он вас не хочет. Может быть, просто ему это не надо так много, как вам. Потому что иногда, я просто знаю такие истории, что иногда у девочек бывают в этом плане проблемы психологические. Они начинают загоняться, переживают и думают, что парень их не хочет, не любит, они им неинтересны. Но на самом деле просто у него такая половая конституция. Бывает такое. И на самом деле, знаете, это большая проблема. Вот кто со мной не согласен, будьте не согласны, но я считаю, что очень важно найти человека с такой же половой... Господи, я надеюсь, я правильно говорю. Или какая она там, сексуальная половая конституция. Надеюсь, что правильно говорю. Очень важно найти такого же человека, как вы. Либо хотя бы, чтобы разница была не сильная. То есть это важно. Секс важен. Давайте начнем говорить о том, что это вообще, в принципе, полезно. Просто кому-то он нужен реже, кому-то чаще. Вот и все. И я считаю, что, конечно, это какое-то сумасшествие. Там, принуждать девушку заниматься этим. И я рада и поздравляю, что ты рассталась с таким парнем. Потому что все равно, мне кажется, люди, у которых вот что-то не складывается, а это очень важный момент в отношениях с секс, я считаю. Если у вас это не складывается, то вряд ли у вас что-то там получится в будущем. Конечно, если думать о том, что вы до старости вместе, там в старости, может, так много и не надо, да? Или вообще не надо. Это, не знаю, слава богу, я пока не старая. Это важно найти человека, с которым у вас будет похожая, либо одинаковая половая конституция. Потому что если тебе нужно каждый день, а ему раз в месяц, то это может вызывать какие-то конфликтные ситуации. И это очень сложно и не здорово. Я даже знаю, вот есть какая-то такая фигня о том, как определить, у кого какая половая конституция. Это тоже можно найти в интернете. Я это не изучала настолько вот прям глубоко, чтобы вам сидеть тут и рассказывать. Но я знаю, что есть какие-то там показатели внешние даже, что по внешности человека можно определить, типа, сколько, насколько часто он хочет там или любит там заниматься любовью. Если вас это заинтересовало, то поищите. Это можно найти. Там было что-то такое, что типа у людей с повышенной волосатостью, типа у них высокая конституция, вот эта половая. Ну там много разного, типа много. Так вот сейчас вам не скажу. Это просто вот как пища для размышлений. Вот. И мне кажется, что эта история как раз-таки о том, что у людей разная половая конституция. Кому-то надо каждый день, кому-то не надо. И это очень часто именно вот как проблема в отношениях. Это нужно знать, это нужно обсуждать такие моменты. И если вдруг вы встретили человека, с которым у вас разная вот эта половая конституция, то вам нужно просто поговорить и решить. Нужно найти консенсус, нужно договариваться. Значит, кто-то чуть-чуть подождет. Ну, надо искать выходы из ситуации. А вообще я считаю, что если вы встретили своего человека, ведь можно встретить своего человека не только в том плане, что, ой, нам есть о чем поговорить, мы друг друга понимаем. Я считаю, что очень важную часть в отношениях занимает также. И когда вы находите поистине своего человека, с которым у вас все, вот, когда вы находите реально своего человека, с которым у вас все вот так вот, да, хорошо, во всем вы схожи, вот, нашли реально своего человека, с которым у вас настолько много общего, что общее и это, то это очень круто, и, ну, это успех, мои хорошие. Я просто знаю, что многие об этом не знают, никогда не нужно терпеть от парня такое, ну, типа, мне кажется, что заниматься любовью, это должно быть что-то прекрасное, то, чего вы хотите вдвоем, обоюдно, и, ну, просто не знаю, есть же, типа, разное, да, понятие асфекции, можно заниматься любовью, а можно грубое слово какое-нибудь, давайте подберем в своих головах, кто знает, вот, не хочу просто говорить, и, ну, это тоже очень важный момент, поэтому мне кажется, что тут не может быть такого, типа, принуждает, не принуждает, сразу лучше расставаться с таким человеком, если он вас не чувствует, не понимает, ну, вы все равно не будете вместе, вы не будете счастливы, потому что очень важно также в сэрсе, чтобы вы друг друга чувствовали, чтобы вы друг друга понимали, и чтобы вот в таких моментах кто-то из партнеров не был эгоистом, назовем это так, потому что именно даже в этом заниматься любовью нужно чувствовать друг друга, нужно уважать друг друга и относиться к друг другу, ну, по кайфу, поэтому, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, потому что для меня, на самом деле, это очень большой показатель, ну, типа, если вдруг у вас это случилось так, что просто на отвали, вами просто воспользовались, либо постоянно это так происходит, то, ну, не знаю, мне кажется, это не любовь, я понимаю, что все люди разные, да, и в этом плане тоже, наверное, ну, не наверное, а все люди разные, но все-таки есть же понятие, да, о том, что заниматься любовью и грубое слово. Юля, большое спасибо за твои выпуски, про тему секс, это правда очень важно, и хорошо будет, если молодежь узнает это от тебя, подружки, а не чужих людей, так как не у всех хорошее отношение с родителями. Хотелось бы, чтобы ты подняла тему контрацепции, самое важное, как предохраняться и чем, сейчас много и таблеток, и презентативов, и так далее, но девчонки, например, моя младшая сестра, ей 14, вообще не знала, что это надо делать, как и чем, где покупать, кто это должен покупать, парень или ты, и парень тоже не был в курсе. Я в шоке, девочки. Вот об этом я и говорю. А после того, как прочитала об этом, поделилась со мной, что сейчас вообще столкнулась со страхом забеременеть, из-за этого не получает удовольствия, не может расслабиться, и вся интимная жизнь сходится к панике, и вообще она не хочет теперь этим заниматься, а вдруг что-то пойдет не так, порвется презерватив или еще что-то. Мы в хороших отношениях, я чем могу помогаю и подсказываю, она очень тебя любит это твои видео, я думаю, для нее важно будет услышать твое мнение, буду благодарна, если поднимешь этот вопрос, спасибо. Вот, мои хорошие, о чем я и говорю, что люди не знают вообще о том, как надо предохраняться, чем, кто это должен покупать, ну, для меня это настолько странно, честно говоря. Во-первых, пофиг, кто это покупает, я считаю, что тут без разницы, ну, типа, я спокойно могу зайти в аптеку сказать, презервативов мне, вообще без проблем, просто себе, это вам надо, все этим занимаются, вот реально, вот просто все, кто вам продает презервативы, им вообще пофиг. Я считаю, что если вы, например, я не говорю о том, что надо сексом рано заниматься, я вообще, ну, хотя об этом мы тоже сейчас поговорим, но если, например, вы думаете, ой, сейчас я подойду, я же так мелко выгляжу, они подумают, что я ребенок, там, подумают еще, что я пойду сексом заниматься, зачем мне презервативы, ну и что? Знаете, занимаются сексом все, и дети, блин, да, вот мы иногда по телевизору смотрим, я вот эти вот истории просто, конечно, обожаю, когда там 11-летняя, там 12-летняя девочка забеременела от 10-летнего типа, ну, я не знаю, конечно, это все жесть какая-то полнейшая, но вот именно поэтому иди просто забей на парня, если он сыт, зайти там в аптеку, взять презервативы, еще что-то, зайди сама и купи. Реально, в этом нет ничего зазорного, страшного, спокойно это нужно делать. По поводу того, чем предохраняться, честно говоря, я знаю, что есть много разных способов, много. Я знаю, что есть противозачаточные, конечно же, но я, например, не хочу их никому рекомендовать советовать, потому что, когда я попробовала пить противозачаточные, у меня очень большие проблемы начались со здоровьем, как минимум. Вот первое, что у меня вообще началось, это вот здесь прыщи, которых у меня никогда не было до этих противозачаточных таблеток. Я понимаю, что, скорее всего, мне их неправильно врач прописал, подобрал, для меня это просто, ну, шок, потому что, как так, я пришла, грубо говоря, там за помощью, я хочу, чтобы вы мне прописали таблеточки, чтобы я не волновался, а вы мне прописали таблеточки, из-за которых я уже несколько лет мучаюсь с прыщами на подбородке. Я, ну, вообще никому, когда у меня спрашивают, как думаешь пить противозачаточные, гормональные, ну, нет. Потому что, не знаю, для меня, на самом деле, намного проще купить презервативы, для меня это спокойнее. По поводу рвутся, не рвутся, ну, так проверь. А что сложного проверить потом? Либо просто, ну, подбирайте их правильно, я не знаю, что сказать. Покупайте хорошие, которые не рвутся. Потому что я, ну, к противозачаточным очень скептически отношусь. Я знаю, что, ну, кому-то их просто правильно подбирают, и все круто. Но также я знаю, что после противозачаточных нужно, по-моему, то ли год, то ли два подождать, ну, как бы перестать их пить, несколько лет ждать и не беременеть в этот момент. Ну, то есть, типа, мне такое не очень нравится. Может быть, через год у меня что-то стукнет, и я такая, аааа, ребенка хочу, давай! А пила бы я сейчас противозачаточный, мне бы надо было еще, как бы, сильно к этому готовиться, ждать год, полтора или два, я не знаю. И такая, ну, че, ну, когда же там это вот года два пройдет, или год, по-моему, там, я не помню. Ну, типа, мне это не очень подходит. Просто о том, как предохраняться, можно прочитать в интернете. Вот для меня это тоже вот непонятно, я понимаю, что я снимаю видео специально для того, чтобы вам объяснить, рассказать, но для меня непонятно, ведь молодежь сидит в интернете, намного уже все лучше понимают, чем я, даже старушка. Ну, типа, мне мой брат 17-летний, там, рассказывает какие-то штуки, я вообще не понимаю, о чем он мне говорит. Ну, то есть, я уже даже что-то не понимаю, что понимают, там, детишки наши, молодежь, там, 15, 14, 13 лет. Ну, как бы, мне непонятно, у вас же есть интернет, реально, напишите, как предохраняться, узнайте, почитайте. У меня нет какого-то отношения к презентативам, или вообще, в принципе, кто должен это покупать, типа, это должен покупать только мужчина. У меня такого к этому нет, просто, вот, как получится, так получится. Кто купит, тот купит, главное, купи и предохраняйся, мне кажется, вот так. Вот, ну, у всех по-разному, кто-то считает, что мужчина должен это делать, ну, пусть делает тогда, объясните ему. А по поводу того, что там не предохранялись, вот, опять же-таки, меня так удивляет, как, не знаю, я, наверное, не предохранялась бы, вот, не то, чтобы там со своим мужем только, ну, знаете, потому что, ой, ну, столько разного бывает, столько разных историй, типа, люди не предохраняются, просто я даже знаю такие истории, ну, типа, у меня, слава богу, такого не было, но я знаю такие истории, что там парень с девушкой, они встречаются, они как бы не предохраняются, ну, как бы, типа, все ок, все классно, но потом парень изменяет девушке, оказывается, он чем-то заболел, он ее заразил, она такая, а что это такое, а как это так, то есть, как бы ты не любила вообще своего парня, ну, я вот такая, ничего не знаю, доверяю, люблю, не могу, просто, блин, предохранение, это так легко и так просто и так успокаивает, когда вы не хотите залететь или заболеть чем-то. Мне интересно, сколько людей вообще в курсе о том, сколько разных болезней вы можете подцепить половым путем. Вот, напишите в комментариях все, что вы знаете про венерические заболевания, вообще, знаете ли вы о таких, давайте вместе почитаем комментарии, и просто, вот, кто реально знает, напишите, сколько всего есть, да, чем можно заболеть. А вы не поленитесь, перейдите в комментарии и почитайте, потому что я сейчас это перечислять не буду, я это наизусть не знаю, я просто знаю, что есть призик, для меня это самое безопасное, вот честно, потому что даже, вот, если вы пьете противозачаточные, все равно заболеть-то можно, потому что, как бы, чехла нету защитного, если вы поняли о чем я, вы поняли, вы умные. Мне это очень странно, что в 14 лет человек не знает, как надо предохраняться, но я это уже сказала. В принципе, как и парень, мне кажется, я ни на что не намекаю, мне кажется, в 14 лет я уже знала все об этой жизни, но я была девственницей. Ну, мне странно, как в наше время в этом возрасте можно не знать такие вещи, потому что для меня, я понимаю, что все люди разные, иногда я смотрю на 14-летнего человека, да, ну, подростка, и я думаю, господи, какой ребенок. Когда я вспоминаю себя в 14 лет, мне кажется, я такая взрослая была, я уже поехала в Болгарию, тусовалась в лагере с девчонками, мы ходили по клубам, мне кажется, я такая взрослая была в 14 лет, ну, видите, все по-разному, у всех разное взросление. Кстати, это тоже очень интересная тема, потому что это также относится к половой конституции. Люди, которые, типа, рано повзрослели, даже не то, что рано повзрослели, а вот иногда вы смотрите на человека, например, смотрите, там, не знаю, 18 лет, и думаете, блин, ну, вообще же ребенок, а иногда смотрите на 18-летнего человека и думаете, «Аааа, я вообще думала, ты по мозгам вообще как будто тебе 30, ну, типа, что такое?» Это зависит не только от того, что вы, там, читаете, учитесь, общаетесь с людьми старше вас, у вас какая-то сложная жизнь была, и вы поэтому так рано повзрослели. Также это зависит от половой конституции, также время, возраст, когда к вам, там, приходят месячные, это тоже играет роль, оказывается. Что якобы понятно, типа, чем раньше придут, тем, там, выше у вас должна быть половая конституция, потому что раньше к вам это пришло. И вообще, я считаю, знаете, вот об этом тоже многие не знают, но ничего страшного, если, например, в, там, 13 лет вы почувствовали, что вы хотите заниматься... Это ничего страшного, потому что ко всем это приходит в разном возрасте, в разное время. Кто-то до 18 лет сидит и вообще, «Я не хочу ничего, мне это не надо, вообще не интересно, не показывайте, не предлагайте». А кто-то уже, там, в 14-13 лет, типа, «Ммм, классно было бы потусить, ну, типа, знаете, это нормально». Это говорит о том, что у всех, как я и сказала, разная половая конституция. Это не значит, что, там, эта девочка какая-то проститутка, только потому что, там, в 14 лет она уже хочет. Так же и с парнями. Ну, типа, это просто нужно принимать, осознавать и понимать. Просто есть очень тонкая грань между девушками, которые влюбляются, находят парня и, ну, решают, как бы, начать серьезные отношения с ним, да, как бы. Есть девушки, которые, вот, я почувствовала, что я хочу пойти и со всеми. Понимаете, очень тонкая грань, поэтому это тоже нужно разделять. Но голова должна быть, понимаете, тоже вот голова должна быть. И теперь, значит, из-за того, что она боится забеременеть, она не получает удовольствия, потому что не может расслабиться и, типа, паника постоянно во время секса, потому что, ну, человек постоянно боится забеременеть. Для меня не так страшно было бы, наверное, даже забеременеть сейчас, как чем-то заболеть, вот если честно. Но, опять же-таки, не нужно париться, не нужно паниковать. Я знаю, что есть еще разные контрацептивы, да, там какие-то, господи, не пробки, что там вставляют, в общем, какую-то фигню еще делают. Я, честно говоря, я знаю только два вида, вот, которыми я пользовала в своей жизни. Я знаю только их, вот именно могу сказать, что лучше, что хуже. Не рекомендую противозачаточные, потому что я уже сказала, почему мне это не нравится. Мне не подошло, возможно, кому-то подойдет. Но, опять же-таки, для меня самый спокойный способ это претеративы. Кстати, следующая наша история про секс и родители. Юля, привет! Сама удивляюсь, что пишу это, но захотелось выговориться. Мы с парнем встречаемся больше трех лет, нам по 22 года. Заканчиваем университет, работаем, живем вместе с родителями в соседних городах. Но планировали съехаться в ближайшее время. А пока приезжаем друг к другу и остаемся на несколько дней. Вчера у нас с мамой произошла ссора, во время которой она в неподобающих выражениях высказалась про то, что слышала, как мы занимались сексом ночью. Мне от этого стало так противно, мы никогда не были с мамой лучшими подружками, никогда она не пыталась по душам поговорить со мной об отношениях и дать дельный совет. А тут я получаю такой комментарий. Я не знаю, как теперь продолжать нормальное общение с ней, если она так грязно обо мне думает. Я была очень подавлена и поделилась всем с парнем. Но теперь кажется, что все еще сложнее. И не знаю, как пригласить парня в гости после такого. Блин, это такая сложная тема на самом деле, потому что тут, ну, просто советом, типа, не поможешь. Я понимаю, что по-хорошему бы надо вот вашу маму посадить сейчас перед экраном и вот, чтобы она посмотрела. Потому что я не понимаю, я никогда, наверное, не смогу понять, просто потому что меня воспитывали другому, как мать может не наладить контакт со своим ребенком. Как она может не приложить все усилия для того, чтобы ее ребенок ей открывался, доверял и просто разговаривал. Для меня это непонятно, потому что, мне кажется, у родителей одна из самых главных задач, там, чуть ли не на первом месте, это стать другом своему ребенку. И для меня это никогда не будет понятным, как можно вот, ну, вот такое допускать. Я всегда очень сильно удивляюсь, когда мне кто-то из подруг рассказывает то, что вот я там не могу рассказать вот это маме. У меня там что-то где-то там болит, я не могу это рассказать маме. Или там не хочу с ней таким делиться какими-то такими подробностями. Я могу своей маме вот что угодно рассказать, что угодно показать могу моей маме. Вот просто вот так вот могу встать голая, смотри, мама, ну, потому что у нас такие отношения. И для меня это понятно, нормально, ведь я ее ребенок, она меня рожала, она видела меня вот во всех разных просто моих там стадиях моей жизни. Ну, типа, как, как? Для меня это никогда не будет понятно. Мы с мамой спокойно можем говорить на эту тему. Я считаю, что это просто вот одно из очень важных моментов. И мне очень реально искренне жалко девчонок, у которых нет возможности вот так поговорить с мамой. Потому что, ну, они стесняются, они боятся, они не знают, как там что спросить. Разные бывают ситуации, бывает тебе что-то беспокоит, там, по-женски какие-то там переживания у тебя есть, что-то там тебе не очень комфортно. И ты, ты же не всегда сразу побежишь к врачу и скажешь там врачу, ой, а что там это самое у меня. В первую очередь всегда к маме хочется обратиться, потому что мама твой близкий человек, а не какой-то чужой человек, там, врач, там, да. И, ну, для меня это так всегда грустно, потому что я, не знаю, я благодарна Богу, благодарна моей маме, вообще благодарна жизни за то, что мне так повезло с моей мамой, которой я могу рассказать все, спросить просто любой вопрос. Моя мама, не знаю, у нас наставника с мамой, близкие отношения, это еще нигде никогда никому не рассказывал. Но, ну, в смысле, друзья-то, наверное, знают, близкие, но в интернете никто не знает. Моя мама узнала о том, что я перестала быть девочкой на следующий день, после того, как я перестала быть девочкой. Я, это к тому, что для меня это было все так непривычно вообще, в принципе, осознавать, что я уже стала взрослой. Ну, вы поняли, да? А тут еще я, ну, как бы моя мама об этом узнает. И, конечно, ну, это, наверное, такой моментик, типа, сложный. Вот первый раз, типа, все такое, но потом, как бы, ох, ну да, я взрослая, а ты что такое, не делала? Вот мне, кстати, интересно тоже, как ты можешь кидать претензию своему ребенку по поводу того, что ты слышала, что он занимается сексом, если ты сама этим занимаешься. Если ты сама занималась сексом и родила своего ребенка таким образом. Вот это мне непонятно. Я понимаю, что это неловкая ситуация, когда твоя мама там, да, услышала, как вы занимаетесь сексом. Но мне кажется, ну, я никого не хочу обидеть. Для меня мама, которая уважает личное пространство и не хочет ставить ребенка в неловкое положение, она об этом даже и не скажет никогда. Родители разные бывают. Так же, как и дети, конечно же. И я знаю такие истории, когда родители прям, вот у меня есть друзья, которые рассказывают мне такие истории, когда родитель прям спалил, вот прям весь, ну не весь, но процесс спалил. И этот родитель сделал вид, что он вообще ничего не видел. Ну, типа, вообще, вот я... А что это было? А, привет! Ну, потому что это нормально. Зачем тебе... Я ненавижу людей, которые ставят в неловкое положение. У меня много раз в моей жизни, вот, встречались такие люди, которые ставили меня в неловкое положение, либо хотели как-то высмеять меня поставить в неловкое положение. Я сама не такой человек. Я никогда никого не ставлю в неловкое положение. Стараюсь никогда ничего. То есть даже если я вижу, что у моей подружки там что-то в зубах застряло, я ей там, ну, скажу, типа, пошли отойдем. Или там, знаешь, ну, реально скажу, пойдем отойдем, типа, подойди, пожалуйста, сюда. Я ей как-то намекну или на ушко шепну, что у тебя там что-то в зубах, сходи в туалет, типа, проверь там зеркало, да. То есть я никогда не стану за столом, например, если мы где-то сидим, большой компанией, говорю, типа, ой, там, не знаю, Карин, допустим, у тебя что-то в зубах застряло. Ну, типа, вот я знаю просто таких людей, ну, как бы есть люди, которым вот в кайф прям поставить человека в неловкое положение. У меня был одноклассник, который мог подойти и сказать, «Ха-ха, у тебя прыщи!» Я думаю, сука, ну ты вообще... Я же не знала, вот хорошо, что ты мне рассказал. А где? Покажи вот поближе, я не вижу. То есть у меня всегда к этому было такое отношение, типа, знаете, вот человек, ну, идиот, наверное. Ну, он такой, я понимаю, что он такой, просто родился. И вот, к сожалению, есть такие люди, которые вообще, ок, поставят тебя в неловкое положение. Мне кажется, ну, чаще всего это вот родители бывают, которые ставят неловкое положение, но не все такие. По поводу того, что мама слышала, как ты занимаешься с... Мне кажется, она через пару месяцев, если уже не забыла, забудет это. Потому что, ну, даже если она это и не забудет, вряд ли она будет сидеть как-то с тобой кушать там тортик с чаечком. И такая, «А-а-а-а!» Я вспомнила, как слышала это. Ну, мне кажется, что, ну, как бы это вот, это пройдет, это забудется. Это не такое вот, что прям, ну, кошмар. Ну, блин, вообще забеян. Типа, родители, ну, бывает, что мы ссоримся с родителями, ну, там, родители с нами ругаются, ссорятся. Бывает. Помиритесь, вот и все, и все будет нормально. Да, неловко. Но эта неловкость пройдет, я считаю. Поэтому пофиг. Не надо сильно так на этом зацикливаться. В этом ничего такого нет. Ваша мама тоже занимается сексом. Привет, Юля, смотрю твои видео уже 4 года. Рада, что ты открыла на своем канале подобную рубрику. Хотела бы услышать твое мнение и твой совет по моей немного глупой ситуации. С парнем встречаемся уже долгое время, но последнее время он начал спрашивать меня, почему я стесняюсь и не могу покупать претеративы. Иногда обижаются на меня за это, потому что думают, что я просто этого не хочу, хотя я всегда объясняла ситуацию, что мне просто стрёмно вдруг, что подумают не так. Как ты относишься к такому и были ли у тебя подобные случаи? Заранее спасибо за помощь. Заранее, пожалуйста, за помощь. Потому что я уже эту тему обсудила, но все равно мне хотелось прочитать эту историю, это письмо, потому что, ну, чтобы вы понимали, что у людей бывают такие проблемы. Если вдруг у кого-то, как у меня, с этим нет проблем, вы спокойно можете прийти и сказать, так, мне вот эти претеративы, вот эти, вот эти, вот эти, и все, и пофиг. Вообще, я с невозмутимым выражением лица покупаю претеративы. И могла бы их даже рекламировать спокойно. Я считаю, в этом ничего такого нет. Опять же, такие, что вот подумают, ну и что подумают, что ты занимаешься сексом. Они так все смотрят, люди, и думают, она занимается сексом. Но только вопрос, предохраняешься ли ты? Я, на самом деле, всегда считаю, что вот если я приду в аптеку покупать претеративы, у меня, конечно, тоже в начале там, да, был какой-то, ой, чего они про меня подумают? Они будут знать, что я сексом занимаюсь. Какой кошмар! Я всегда, ну, не знаю, пусть думают, что я занимаюсь сексом, но пусть они знают, что я предохраняюсь. Вот это меня всегда успокаивало, что какая разница, кто с кем занимается сексом. Столько раз у нас это слово уже прозвучало в выпуске, но что поделать, тема такая. Как по мне, так не важно, кто там этим занимается, кто занимается, важно, чтобы он предохранялся. Поэтому вообще пофиг, забей. Даже если ты выглядишь на 5 лет, иди спокойно покупай претеративы, тебе их не могут не продать. Лучше тебе их продадут, ты их спокойно купишь, но зато не будешь ничем болеть, не залетишь. Я просто знаю, что бывают мальчики, которые боятся покупать и не идут. А почему парень твой не покупает тогда? Если он тебя хочет так, пусть идет и покупает претеративы сам. В чем проблема? Девочки, кто стремался или пацаны, в этом нет ничего стрёмного. Привет, Юля, очень рада за тебя, что ты начала вести такую полезную рубрику на своем канале. Она не только помогает некоторым почувствовать поддержку, но еще больше сближает тебя со своей аудиторией, а это очень важно. У меня такая ситуация. Встречаемся с парнем достаточно долго, но к серьезным в том плане отношениям пришли недавно и осознанно. Спустя где-то пару месяцев парень настолько начал бояться вероятности моей беременности, что предложил мне отказаться от этого на время, либо заниматься этим реже. Я все понимаю, мы учимся в институтах, и это должно быть на первом месте, но все же, на мой взгляд, это не повод настолько сильно бояться. Меня в какой-то степени это обидело. Вначале я сказала ему об этом, но это была его точка зрения, которую сложно оспорить. Я прекратила какие-либо споры на эту тему. И в конце концов я девушка, и уговаривать его на это мне как-то не очень красиво. Хотя сама чувствую, что нуждаюсь в его внимании в этом плане. Что посоветуешь делать в такой ситуации? Смириться и ждать того момента, когда он перестанет бояться беременности. Я просто не понимаю, как мне переубедить его. Понимаю, что ты не психолог, но очень интересно услышать твое мнение на этот счет. Если бы мне такое сказал мой парень, я бы ему сказала, ты дурак. Ну, опять же таки, наверное, вы не предохраняетесь. Я знаю такую фигню, что да, против тоже может порваться. Знаю. Также я знаю, что есть какие-то таблетки. Если вдруг вы переживаете, что вы могли вот за этот половой акт забеременеть. То есть прям вот вы понимаете, что против порвался. Скорее всего, что-то вас засло. Очень неловко. Это мое первое такое видео. Я знаю, я никогда этим не пользовалась, такими таблетками. Но знаю, что есть такие таблетки, которые сразу же, типа, едешь в аптеку, грубо говоря, идешь там, не знаю, наверное, сразу же это нужно делать, выпиваешь таблетку и типа все. Я не знаю, что происходит. По-моему, то ли месячные, типа, приходят, то ли еще какая-то фигня. Но, типа, суть в том, что вот не залетишь. Ну, типа, это вот настолько крайний случай. Вот не нужно переживать, что ты залетишь. Во-первых, предохраняйтесь. Рекомендую. Противы. Фирму не могу сказать. Просто вот реально, если настолько боитесь, ну, блин, ты потом сними, прихотив, ну, посмотри, не знаю, налей туда воды, ну, вот, ну, не знаю, проверь так. Ничего ли оттуда не вытекает. Ну, вот реально. Не надо переживать. Потому что чем больше вы переживаете, тем больше, мне кажется, у вас вот только хуже будет все в отношениях. Поэтому, ну, не надо. По поводу того, что он, может, он просто не хочет, потому что для меня это звучит как какая-то фигня. Я понимаю, ну, типа, многие парни, многие мужчины, там, да, и девушки тоже переживают, не хотят залететь. Но, как показывает практика, в основном залетают, когда просто не предохраняются. Мне кажется, это вот такой маленький процент, вот, что презерватив порвался. Я просто не знаю такое, да, не знаю такое, но даже если так произошло, я говорю, есть какие-то таблетки. Я не в аптеке работаю, не фармацевт, я не знаю, да, можно прийти, узнать, можно в интернете почитать. Я просто никогда этим не пользовалась, поэтому и не могу советовать. Ну, как бы именно говорить там, как они называются, что кому надо, когда их пить, ну, можно это узнать. Поэтому, если вы сильно боитесь, поинтересуйтесь, посмотрите в интернете, я знаю, что такое есть. Если вдруг вам парень говорит, что, типа, ой, мне презерватив неудобно, ай, вообще не получается никак, не могу. Ну, скажите ему, ну, купи другие тогда, мне пофиг. Не надо, вот, я просто знаю, что тоже есть такие истории, когда парень говорит, ой, мне так неудобно будет, я вообще ничего не пойму. И ты такая, ну, блин, ну, ладно, давай без них. Давай не будем тогда предохраняться. Ну, хорошо, все для тебя. Нет, не надо. Реально, пусть идет, покупай те, которые ему будут удобны. Сейчас технологии дошли до того, что там, блин, очень удобно. Мне кажется, я, конечно, не парень сказать не могу, но уверена, что нормально, можно. Я просто реально, я понимаю, что есть такой, и парень может специально так сказать, лишь бы там не предохраняться, потому что ему-то пофиг. Во-первых, не он рожает, во-вторых, господи, ну что это, я вытащу, я успею. Вот это тоже никогда это не слушать, девочки, вы знаете. Мне кажется, я статистику не знаю, но я точно знаю, что до того, как, типа, я успею, вот эта вот фигня, типа, я успею достать, вот это вот вытащу, ничего туда не попадет. Нет. Потому что, если вы не в курсе, типа, ты можешь успеть достать, но что-то туда все равно попадет, потому что во время с... может что-то выходить все равно, хоть капелька, но выходит. Это да. Да, знаете. И многие так именно и залетают. Как же так, я залетела, ты же достал. Предохраняйтесь, не слушайте вот эту вот фигню, мне будет неудобно, я успею достать. Даже если успеет достать, вероятность залететь есть. Прикиньте, намного больше, намного больше этой вероятности, чем залететь с... Поэтому, ну, просто подумайте 100 тысяч миллионов раз, прежде чем соглашаться на незащищенность. Одно дело, если вы замужем, одно дело, если вы любите человека и уверены в нем, вы знаете, что вот даже если я залечу, окей, значит, так вот Господь решил, буду беременна, у нас будет ребенок. Окей. А если вам это сейчас не надо, вы понимаете, что вы даже не в курсе вообще, будете вы вместе с этим парнем через год, то не надо, потому что, кто его знает. Скажу честно, я долго думала вообще вставлять эту историю в выпуск или нет, потому что, ну, она как бы отличается. Все-таки решила вставить, поэтому слушайте. Привет, Юля, мне 21 год, пишу из Казахстана, встречаюсь с парнем почти два года, и у нас с ним были интимные близости, но об этом никто не знает, мы никому об этом не говорили, потому что в нашей стране в менталитете это чуждо. Все должно быть после брака. Сказать, что мы делаем грех, ничего не сказать, но мы очень любим друг друга, и у нас свадьба через месяц, я этого и боюсь. Дело в том, что его некоторые родственники спрашивали его, не трогал ли он меня и так далее, и мне от этого становится страшно. Кратко расскажу про наш обычай. В брачную ночь, когда молодожены собираются спать, сноха со стороны парня поверх кровати стелет белую ткань, и затем дальше молодожены делают свои дела. Утром мать и сноха парня приходят в спальню и убирают эту ткань. Если на ней кровь девственной плевы, то они радуются, что взяли невестку девственницу. В некоторых семьях эту ткань даже взвешивают на самое видное место, чтобы увидели гости, и даже ей могут дать деньги за это. Если же нет крови на ткани, то это позор для семи девушки, не знаю, как быть. Я хочу сказать, во-первых, я уважаю традиции всех народов, семей. Ради бога, у всех людей есть свои традиции, свои какие-то обычаи. Ну, это нормально, я считаю, да? Ну, типа, каждый живет так, как вот жили его родители, традиции там из поколения в поколение. Ну, я это принимаю, для меня это не какой-то там абсурд и все такое. Но бывают ситуации, когда, ну, мне иногда кажется то, что, ну, как-то уж... Ну, просто, наверное, я такой человек, понимаете? Несмотря на то, что там я на большую, наверное, даже часть грузинка, я не знаю. Ну, у меня нету в семье такого, что... Конечно, там дедушка хотел, чтобы мы со Славой там не жили, и вообще, чтобы я, в принципе, не жила с парнем до свадьбы. Но также мой дедушка знает, что люди, бывает, разводятся, и как бы зачем мне сразу жениться, чтобы потом, вероятно, разводиться, если вдруг мы поймем через год, что мы вообще разные. И как бы, ну, вот у меня, слава богу, все в семье понимающие, они понимают, что не надо никуда спешить, торопиться, главное, что вы любите друг друга. А до свадьбы, после свадьбы или типа, ну, как бы для меня это, честно говоря, скажу честно, поскольку я уважаю традиции людей, я их уважаю и я их не трогаю. Но лично для меня есть два очень важных пункта до свадьбы. Это заняться сексом с человеком и жить с ним. Я не выйду замуж за человека, с которым я не жила, вот так вот, да, как сейчас мы живем, и с которым у меня не было интимной близости. Я не выйду замуж за такого человека, потому что, я не знаю, мне всегда кажется, что если у тебя не было секса до свадьбы с человеком, за которого ты собираешься выходить замуж, потому что, когда вы поженитесь, окажется, что у него вообще нет члена. У меня всегда очень будто в голове такой страх, что как можно не проверить, не узнать. Ну ладно, ну хорошо, это не так важно, да, это просто мое такое, типа, как можно, и как можно не пожить с человеком до свадьбы. Для меня это очень такой прям, я могу на эту тему очень долго говорить, потому что я знаю, что многие люди, которые, типа, женятся, да, ну, не живут вместе до свадьбы, потом у них начинается такая жесть, к которой они вообще не были готовы. Не у всех, не у всех, конечно же, просто, ну, разное бывает, и, типа, кого-то что-то не устраивает. Опять же, таки, тут зависит от характера. Ну, типа, я не знаю, я не такой человек, я не представляю, что я вот вышла замуж, и после свадьбы у нас произошел первый секс, и вот мы живем вместе. Для меня это, вот для меня вот это чуждо, потому что я не считаю, что это плохо, я просто не люблю сюрпризы. Я не люблю сюрпризы, я максимально, там, не хочу разводиться, потому что, кто его знает, мы начнем жить вместе, я пойму, что у него нет члена еще, и мы ругаемся постоянно, ну, как бы такое, мне это не надо. Это мое, это моя позиция. По поводу девушки из Казахстана, еще раз скажу, что ничего против не имеют родителей, но для меня это какая-то дикость, честно говоря. Я не представляю, что вот мы со Славой женимся, и его мама стелет белую простыню под нас, да, на кровати, а потом проверяет, есть там кровь или нет. Я понимаю, что я живу в России, я живу в 21 веке, я понимаю, что у меня другой менталитет и все такое, и у меня нет таких традиций, обычаев каких-то, да, поэтому для меня это, конечно, очень странно. Но раз уж у тебя такая ситуация, я ни в коем случае не хочу обижать, я уважаю традиции, да, я вообще не... это просто я говорю, что для меня это как бы очень странно было бы в моей жизни такое, ну, потому что я так воспитана. Но это не значит, что я это не уважаю. Когда я прочитала первый раз эту историю, честно, у меня был шок, потому что, ну, я такого еще не видела, не слышала. Хотя я знаю, что есть столько разных обычаев и традиций, что там можно, конечно, ну, разное бывает, да. По поводу крови. У меня даже были идеи, что можно сделать. Во-первых, кровь не так сложно достать. Ну, вот, если честно, вот по чесноку, мы состоим из крови, ну, у нас много крови, да, кровь можно достать. Я не говорю, что надо что-то себе резать, нет. И, в принципе, это вообще очень странно. Хотя можно пальчик проколоть, знаете, потому что я точно знаю на 100%, что у всех по-разному. Первый раз, там, вот эта кровь, да, во время секса первого. У всех по-разному. У кого-то три капельки, а у кого-то вот как месячные жесткие начались. Поэтому тут, мне кажется, сложно придраться, если, например, там будет немножко капелек. Мне кажется, можно найти выход в ситуации. Да даже палец проколоть. Или что-нибудь там где-то как-то незаметно, не знаю. Я бы придумала что-нибудь, типа, реально подготовилась бы, взяла бы спирт, там, антисептики всякие, там, проколол бы себе палец, может, не знаю, знаете, там, ну, ничего такого, господи, берут анализы и все. Либо можно вообще пойти в этот, где кровь берут, попросить, чтобы у тебя взяли кровь, но вот эту вот штучку с кровью себе забрать, вот этот вот флакончик. Ну, типа, не сдавать на анализы, а деньги заплатить, типа, как за анализы, ну, просто кровь себе забрать. Просто берешь, как в фильмах, выливаешь. И кто будет проверять, откуда эта кровь, вот скажите, кто? Но, кстати, еще, когда я прочитала эту историю первый раз, я вспомнила о том, что не так давно я узнала, что есть операции. Я уверена, что эта девушка не будет, скорее всего, к такому прибегать, и вообще зачем. Потому что, мне кажется, это делают те девушки, которые, типа, ой, я девственница, я девственница, чтобы выйти замуж, еще какая-нибудь фигня. И они идут к врачу, он ему, там, берет эту плеву, сшивает, не знаю, приделывает. Я знаю, что есть операции по восстановлению девственной плевы. Как вам такое? Реально есть. Я не знаю, сколько это стоит, я этим не интересуюсь, мне это не надо. Ну, мне кажется, что неплохо, если вы будете об этом знать, потому что мало ли кому-то пригодится. Потому что всякое в жизни разное бывает, мол, там, по молодости с дуру, там, влюбилась. А хочется выйти, как бы, замуж за хорошего человека, но у него, например, тоже есть какая-то традиция, что в жены берут только девственницу. Я считаю, врать нехорошо. Если человек любит, он тебя примет и девственницей, и не девственницей. Вот. Для меня самое главное, чтобы люди любили друг друга. В общем, такая история, такая вот ситуация. Надеюсь, что у этой девушки все будет хорошо. И я не знаю, всегда можно найти выход в ситуацию. Вообще, вот, ребят, мне так интересно стало, вот, когда я прочитала эту историю в первый раз, какие еще бывают обычаи и традиции у разных народов. Напишите, пожалуйста. Я знаю, что меня много разных людей смотрят с разных стран, с разным менталитетом. Мне будет безумно интересно посчитать обычаи и традиции, которые есть в вашей стране, которые есть в ваших семьях. Вот какие-то такие вот, которые я, наверное, нигде, можете, не услышала, не увидела. Типа вот этой истории, потому что для меня это было таким удивлением. Хотя, ой, хотя, а как еще по-другому проверить девственницу или нет, да? Ведь обычно же говорят только девственницу. Вот такой выпуск у нас получился. Ребят, обязательно оставляйте комментарии. Пишите обязательно, как вам этот выпуск. Я очень переживаю, понравится он вам или нет. Мне кажется, что, наверное, понравится все-таки, потому что я была максимально открыта, старалась вам помочь и надеюсь, что были какие-то полезные моменты для вас. И обязательно пишите, что вы думаете по поводу истории. Пишите свои какие-то советы, свое мнение. Это очень важно, правда. Я буду вам за это безумно благодарна, потому что я сама так же сижу, потом читаю комментарии. Мне само интересно. Я что-то сама узнаю от вас. Поэтому давайте друг другу помогать. Помогать людям, которые присылают нам истории. Рассказывайте свои традиции, обычаи. Это тоже очень интересно узнать. И надеюсь, что вы будете ждать следующие выпуски. И не забывайте про почту, которая указана в описании этого видео, куда можно присылать свои истории. Абсолютно разные. На тему секса, дружбы, отношений, ссоры. Не знаю, может быть, какие-то аномальные ситуации, мистические истории. Обязательно тоже присылайте. Вот мистические истории, кстати, безумно интересно. Это, блин, это просто гениально сейчас меня осенило. Обязательно такие выпуски я смогу снимать со своей мамой, потому что мы с ней как-то уже снимали видео про мистические истории, которые случались в нашей жизни у нас дома. И это видео хорошо зашло, очень понравилось людям. Но на самом деле это все была правда. И единственное, что я никак не могу проверить правдивость, подлинность истории, которые будут приходить на почту про мистические какие-то ситуации. Но все равно будет интересно почитать, потому что я в это верю, поскольку я сама это наблюдала. Может, я даже и на пришеленец какой-то, я не знаю. В общем, я вас безумно люблю. Спасибо еще раз за то, что посмотрели видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я не знаю, будет у меня вообще когда-то 2 миллиона. Мне, честно говоря, на это все равно. Но если вы подпишетесь, мне будет очень приятно, потому что я знаю, что где-то 40% людей смотрят меня без подписки, что вообще странно. Но, честно, смотрите, как вам удобно. Просто поставьте лайк под этим видео и оставьте комментарий, что самое главное, потому что я их обожаю читать. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока!